Эта тактика будет разумна, если вы этим озаботились некоторое время назад, допустим, летом, когда у нас доллар стоил 34-35 рублей. Сейчас уже на таких уровнях, когда доллар стоит 45 рублей, это достаточно большой риск – вложить свои рубли в доллары и через некоторое время столкнуться с его падением. Я не говорю, что он упадет как-то катастрофически, но какое-то реакционное движение будет. Я думаю, рублей 40 мы еще увидим. Если мы посмотрим динамика, конечно, она впечатляющая. Обратимся к графику. Рост практически беспрерывный, достаточно до больших величин, но рано или поздно коррекция все равно произойдет. Сейчас рублевые вклады можно найти под 11, даже 11,5%, валютные вклады у нас 2-2,5%. То есть разница между ставкой вклада в рублях и ставкой вклада в валюте составляет 9%. На долларе, соответственно, это будет годовая разница порядка 4 рублей. То есть если у вас есть два варианта – вложить, купить на рубли и доллары и открыть валютный вклад или оставить все как есть и положить рубли на рублевый вклад, за год доллар должен вырасти на 4 рубля, чтобы совпала доходность валютного вклада и рублевого. Не факт, что при нынешнем долларе 45 рублей через год 49 может оно и будет так. Но если условия изменятся, нефть вырастет, геополитика будет не такая острая, как сейчас. Мы можем увидеть на тех же 40 рублях или 42 через год, и, соответственно, вы потеряете. Я никому не советую вкладывать в одну какую-то валюту, потому что это всегда повышенный риск. Если вы желаете придерживаться какого-то консервативного подхода, то разделите свои сбережения на три части, в том числе и на рублевую. Сейчас мы уже просто находимся в таком периоде. То есть не секрет, что Центральный банк отпускает рубль в свободное плавание, и волатильность, то есть изменчивость курсов, она повысится и повысилась уже, скажем так. То есть мы сейчас, да, мы находимся в периоде резкого роста, но пройдет какой-то период и, может быть, такое же резкое падение. Поэтому все неоднозначно, когда люди видят, что доллар только растет, бесконечно расти он не может. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова